Сегодня в спортзале Хирел прошли финалы турнира КСБАСКИТ, соревнования республиканские. Победители поедут на сибирский этап всероссийского чемпионата. Играли юноши и девушки. Репортаж Константина Куцевалова. Финал среди девушек на площадке команды 5-й гимназии Кызыла и школы Хавоксы. Разница в классе очевидна. Горожане играют лучше, агрессивнее и слаженнее. Если честно, соперник школьный или нет? Если честно, то не такой уж сильный, как в городской школе. В ТВ турнир прошел в три этапа. Сначала школьный, потом муниципальный, сегодня региональный и завершающий. Баскетбольная республика разделена на 4 дивизиона, победители которых приехали в Кызыл, чтобы стать абсолютным чемпионом. Мужские команды прибыли из Угаксы, Кызыл-Можалыка, первой школы Каахема и третьей школы Кызыла. Женские из Ховуаксы, Байтала, второй школы Чадана и пятой гимназии Кызыла. Баскетбол в программу летних олимпийских игр входит с 36-го года прошлого столетия. Регулярные чемпионаты Европы начали проводить на Гатаранчи, а мировые первенства с 50-го года. КС Баскет в Туве появился в 2014-м. Хотя в некоторых регионах России этот турнир стартовал еще в 2008-м году. Тува не первопроходец, но игровой рост за 7 сезонов кураторы из Сибири заметили. Рост отмечается даже по прошлому году. То есть команды, особенно я бы отметил юноши, юноши в прошлом году, если мне память не изменяет, то они из 12 команд заняли седьмое место. Это достаточно неплохой результат. Баскетбол придумали в 1891 году в колледже Спрингфилда, что в США. Преподаватель учебного заведения Джеймс Нейсмит привязал две корзины из-под персиков к балкону спортзала, разделил 18 студентов на две команды и предложил посоревноваться, кто забросит больше мячей. Так и появилась любимая игра миллионов. Масса такого мяча может варьироваться от полукилограммы выше, а диаметр сферы достигать 80 сантиметров. Такими мячами можно играть и на улице, и в помещении, в зависимости от типа. И еще. Баскетбольный мяч, как известно, обязательно должен быть оранжевого цвета. Но эти мячи двухцветные, потому что специально разработаны для турниров Хейсбаскет. И их нельзя продавать. Каждой команде предоставляются раньше шесть мячей, сейчас четыре мяча ежегодно. То есть благодаря этому накапливается база материальная. И за счет этого у детей больше шансов поддержать мяч во время тренировки каждому. И еще. Организаторы турнира награждают не только команды, но и отдельных игроков. Помимо медалей есть другие индивидуальные призы. МВП – самый полезный игрок финала регионального чемпионата. Именно такую статуэтку получат самый лучший баскетболист и самая лучшая баскетболистка. Лучшие команды Тувы поедут представлять регион на сибирском уровне. Константин Куцевалов, Чингис Иргит, Вести, ТВА. Константин Куцевалов, Чингис Иргит, Вести, ТВА. Продолжение следует...